Я всех приветствую, меня зовут Рина Гри, и на этом канале я рассказываю о мифологии и ее тесной связи с нашей психикой. И сейчас я хотела бы рассказать про архетипы, архетипы греческих богинь, и вообще, в принципе, почему они актуальны сегодня. Как мы знаем, наша психика имеет определенную структуру. И в течение многих-многих времен разные исследователи делали как раз описание того, как она устроена. И, конечно же, основные какие-то такие глобальные трактаты мы видим в каких-то старых очень религиозных трудах, где описывается то, как устроен человек и его психика. Но если мы посмотрим на 20 век, то, конечно, самым известным человеком, который перевернул вообще наше представление об этом, это был, конечно, Фрейд. И он как раз вводит понятие бессознательного, и он работает со снами. И вся его теория, она, в принципе, как раз рассматривает психику как некие такие отдельные части, с помощью взаимодействия с которыми мы можем выводить себя, клиента, то есть в зависимости от того, как мы это делаем, да, в гармоничное целостное состояние. Вот. И, в принципе, вся теория Фрейда, она основана на такой мысли, предположении, да, что есть мужчина как носитель фаллоса, который таким образом проявляется в обществе и в истории, в культуре, да, захватывая его основная функция, это экспансия. Вот. И есть женщина, которая не имеет фаллоса, поэтому она, как бы вся ее психика настроена на то, чтобы этот фаллос приобрести, да, то есть когда женщина хочет выйти замуж и имеет детей, на самом деле она хочет приобрести фаллос. И то же самое, когда она хочет реализоваться в социуме, она хочет быть успешной, то она хочет тоже таким образом проявить некий фаллос, которого у нее нет. Я описываю все своим простым языком, я не являюсь психотерапевтом, но, тем не менее, знания мифологии, да, и вот этих вот традиционных каких-то культур дают мне некоторое понимание и возможность говорить на эту тему. Получается, что в теории Фрейда женщина, в принципе, изначально такое существо ущербное, да, то есть она некая такая составляющая социума, которая не является полностью содержащим, да, то есть вот если у мужчины фаллос есть, то у женщины его нет, и поэтому как бы в три года, когда девочка начинает себя ассоциировать, смотреть на маму, то она понимает, что и у мамы его тоже нет, и поэтому, ну, как бы там дальше идут вот эти вот все истории взаимодействия с папой и так далее. Но я вкратце простым, очень простым языком грубо, да, описала какой-то такой основной взгляд Фрейда. После этого вот этот вот взгляд, он развивается, и его ученик Юнг, Карл Густав Юнг, эту мысль продолжает, и он уже уходит от такой категоричности относительно какой-то ущербности женщины, да, в том плане, что у нее нет, и как бы все теперь, вот, ну, это недостающие детали, она за ней охотится. Юнг говорит о том, что есть аниме и анимус, да, некая мужская, мужская, мускулиная проявленность, да, и женская проявленность, и что есть, то есть он вводит вот это понятие архетипов, то есть есть некоторые соединения, да, каких-то черт в какой-то, в какой-то один образ, так называемый паттерн, и когда человек живет из того или иного паттерна, да, то он, его можно описать через какой-то архетип, и Юнг для описания этих архетипов, да, приводит как раз греческих богинь и богов, через которые он считает, что вот эти вот качества, качество психики, качество внутреннего наполнения человека, какие-то его особенности, особенные черты, можно персонифицировать именно вот в этих вот нам известных личностях божественных, и здесь он вводит как раз понятие того, что есть богиня, допустим, богиня-дочь это Деметра, богиня, ой, богиня-дочь это Персифона, богиня-мать это Деметра, богиня-жена это Гера, богиня-свободы это Артемида, есть такая богиня, такая богиня, такая богиня и такая, и у Юнга по его теории есть такое понимание, что есть вот некоторые архетипы, в которых женщинам комфортно, ну, например, быть матерью, быть женой, да, а есть архетипы, в которых женщинам быть некомфортно и разрушительно, и он действительно искренне считал, что если женщина не реализуется как мать и жена, да, а у нее проявляются другие архетипы, то женщина от этого несчастна. Ну что дальше, эта мысль развивается. Понятно, что мысль о том, как устроена психика человека, она имеет просто такие бесконечные ветви, тем не менее, которые имеют какие-то такие основополагающие моменты, но я хотела бы сейчас сказать о том, что есть точка зрения, да, как бы опять же близкая к архетипическому, как это, способу систематизировать вот эти вот психологические типы. Она, в принципе, кстати говоря, основывается частично, частично на теории Юнга или, допустим, Джозефа Кэмпбелла, и ее очень хорошо продолжает дальше Джин Шинода Болин, которая является психотерапевтом, психоаналитиком, и всю жизнь она исследовала тоже эти архетипы, и она прошла дальше, да, вот в этой истории, и она говорит о том, что те архетипы богини, которые есть, они живут в каждой женщине, и что это нормально, потому что в каждой женщине они проявляются в разное время, да, то есть нельзя сказать, что если женщина архетипа, допустим, Артемида, да, то все, она теперь всегда будет независимая, она всегда соперница, достигатель и так далее. Джин Шинода говорит, что в разные этапы жизни над женщиной как будто бы берет главенство та или иная богиня, и от понимания того, какие сейчас идут процессы в психике женщины, можно как раз понять решение этих вопросов, да, и те межличностные конфликты или внутренние, которые есть, как раз лучше понять через архетипы богинь, потому что если, допустим, женщина думает о том, что она должна быть успешной там или учиться, да, то есть вот сейчас ей там 25 лет, и ее цель учиться, учиться работать, да, но при этом она вышла замуж, она беременна, и у нее возникает конфликт, что ей делать, вот как бы она считает, что ей надо учиться, но обстоятельства говорит о другом, и вот разбирая вот эти вот психотипы, да, можно понять себя, либо работая с клиентом, понять как раз вопрос клиента лучше через вот эту призму, потому что тогда человек понимает, а что действительно для него важно сейчас, и когда он говорит, да, хорошо, сейчас я уделяю, допустим, два года ребенку, а потом я возвращаюсь к работе или к учебе, и тогда у человека наступает вот это вот состояние целостности внутри, и поэтому вот эта вот история про то, что можно смотреть на себя и на других людей через архетипы, она очень ценна как раз тем, что мы лучше понимаем людей и лучше понимаем себя, и от этого мы понимаем, как нам взаимодействовать с ними. Так что, друзья, я вам рассказала про вот эти три автора в психологии, о том, как можно смотреть на положение женщины в обществе, да, хотя на самом деле с мужчиной та же самая история, там тоже есть точно такие же архетипы, касающиеся психики мужчин, вот, и, пожалуйста, напишите в комментариях, что вам больше всего запомнилось, и вообще, в принципе, вы согласны с этим или не согласны. Так что жду ваших комментариев, подписывайтесь на канал, до новых встреч!